Здравствуйте, друзья! Сегодня очередной выпуск программы «Право руля» и мы с Николаем Николаевичем Киселевым снова будем радовать вас какими-то актуальными и интересными темами для автомобилистов, пешеходов и всех участников дорожного движения. Ну что, Николай Николаевич, по традиции уже, наверное, добрые, мы часто нашу программу начинаем с ответов ваших на вопросы читателей, подписчиков, пользователей портала «Мой онлайн». Да, сделали уже традиционную эту рубрику. Да, потому что многие пишут. Ответы на шпильки. Вот. Что задело вас, скажем, в последнее время? Тем более предыдущая программа у нас была такая очень яркая про штрафы на платную парковку, которые опять никак-то, по моему мнению, не получаются. И вот хотелось бы обратить внимание, ну, особо-то в этот раз лично ко мне не было претензий, но, так сказать, моя позиция нескольким товарищем была оспорена. Но хотелось бы обратиться. Ребят, вы когда вот пытаетесь, я всегда очень внимательно читаю критику, пытаюсь вникнуть именно в позиции, а что, почему, может, я не прав, да, изучаю нормативную базу, вот видите, это у меня настольная книжка, кодекс. Ну, когда вот в предыдущей программе мы написали о том, что, в очередной раз рассказал о том, что административные комиссии некомпетентны выписывать письма счастья, да, то вот некоторые товарищи, фаули, рих, извинитесь, не четко прочитал латинские буквы. Не так все там просто. Часть 6 статьи 29.10 действительно только для случаев, предусмотренных частью 3 статьи 28.6, которая, в свою очередь, работает только для правонарушений, предусмотренных главой 12 кодекса. Но ни оплата парковки не относится к таким правонарушениям. Ну, ребят, ну, вот вы прям практически цитируете подробно. Вот возьми, открой эту статью 28.6, и там четко написано, что предусмотренные главой 12, а потом или правонарушения в области благоустройства. То есть письма счастья могут быть и там, и там. Там корень преткновения в другом. Ну, следующий товарищ, опять пытаясь доказать, что я не прав, откопал аж закон Воронежской области 2009 года, номер 190, и процитировал оттуда один из пунктов. Определение перечня должных лиц органов местного управления, ну, он, как говорится, сейчас модно, топит за то, что все-таки они имеют право выписывать письма счастья. Так вот, определение перечня должностных лиц органов местного управления уполномочен составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями. И дальше идет большое перечисление, среди которых и наша пресловутая 33.2. И вывод его. Так что должностные лица будут. Ну, вы сами же цитируйте. Правильно создавлять протоколы. Я что, против? Вот пусть составляют протоколы, но забудут об этих постановлениях. Все правильно цитируете, но вывод какой-то делаете неправильный. Ну, и дальше, конечно, без куда ж ложки дегтя, какой-то товарищ ВГ, слушайте, как достался всех эксперт Киселев, в каждой бочке затычка, все тот знает, все умеет, ничего не делает, а, только ничего не делает, иди на завод, работай, все больше будет. Ну, во-первых, я не соглашусь, что я в каждой бочке. Я освещаю те вопросы, в которых компетентен. Вопросы безопасности движения, транспортные вопросы. Ну, я вот совет в Конституцию не давал, а не выносил. Что там у нас? Ну, может, что-то как-то от меня это далеко. Все. Ну, насчет заводов тоже, товарищ, погорячился, наверное. У нас сейчас только одни рынки на заводах, на территориях заводов, или уже жилые комплексы 30-этажные. Некуда идти, дорогой товарищ ВГ. Так, еще кратенько. Мы в прошлой программе анализировали ситуацию с безопасностью движения по итогам 2019 года. Тем не менее, вот сейчас как-то пошустрее чуть пошло, не прошло и полмесяца. Уже аварийность двух месяцев текущего года подведены. И я не могу не держаться, чтобы снова... Вы все с надеждой ждете там увидеть... Динамику. Увидеть снижение. Увидеть динамику вниз, да. Но я опять ошарашен. И просто хочется и местному муниципалитету... Никогда такого не было, и вот опять. Ой, мэрии, ГАИ. Если они не в курсе, так сказать. Ребята, провалена работа. Работа провалена по объяснению безопасности движения. О чем вы думаете? Смотрите, два месяца в области. Все с диким ростом. Аварийность, ДТП, плюс 18 процентов. Погибло, плюс 38 процентов. Раненых, плюс 20 процентов. Воронеж, ДТП, уже 186 штук, плюс 20 процентов. Погибло 12 человек, плюс 140 процентов. Представляете, что творится? При том, что гост закрыли тоже с ростом. И дальше, это вал идет какой-то. Поэтому я вижу, что, ребята, надо начинать работать. А, и вот момент. Обратите внимание, как у нас сейчас любят страшилки в основном в отношении пьяных водителей. Вот зло, из-за которого жизни нет. Так вот, по пьяным, я не скажу по вине, а ДТП, в которых один из участников был в состоянии пьянения, он, может, даже не виноват, кстати, статистика об этом не говорит ничего. Но в ДТП был пьяный. То есть, даже если считать, что они все в конечном итоге стали виновны на ДТП, то это менее 1 процента от всех совершенных. Ребята, у нас аварийность не из-за пьяных. Вот такая катастрофическая ситуация, не из-за пьяных. И не надо уже, кажется, вешать лапшу на уши. Хотя работать нужно в этом направлении так же, как в других направлениях. Но есть другие направления, которым уделять нужно гораздо больше. Я так понял, что ГАИ уже забыл об объявленных этой перманентной операции пешеход, в которой вы тоже участвовали в первый день. Ну, вынужден сказать, что не забыли. Не забыли. На Левом берегу, например, я вижу возле пешеходных переходов периодически. Так, ладно, уже 2 месяца, 134 наезда на пешеходов. Вот ведь нехорошие люди, значит, видят, где ГАИшники стоят. Нет, я тут не буду, поеду на другой пешеходный переход, там наеду. Плюс 18 процентов рост. В городе 78 наездов на пешеходов, плюс 18. Мы, вот это уже один показатель, за которым я пристально слежу много лет. Догоняем уже общую долю наездов на пешеходов до 42 процентов. Еще чуть-чуть, и каждый второй будет наезд на пешеходов. Должен вообще все операции прекращать, а после каждого пешеходного перехода ставить полицейского. И не за пешеходным переходом с Крисом, а перед, он должен предупреждать нарушение, а не пытаться поймать и зафиксировать. Ну что учить-то, начальник умный вроде, кандидат наук. В общем, оценка неуд, вся надежда на коронавирус встать. Вот, может найти положительный момент. Ежели сейчас вообще у нас уже школы, институты, что там еще? Все остановится, то аварийность остановится, я в этом не сомневаюсь. Наверное, ради этого все и затеяли. А может быть наоборот, школы-то остановятся, а дети начнут беспризорно, скажем так, гулять. Вот что, кстати, еще меня задело на этой неделе, это такое пафосное мероприятие мэрии. Хотя вот складывается впечатление, что оно такое же по борьбе с коронавирусом. Я все, я перебью, я все ждал, думал, ну неужели вот даже в автомобильной нашей программе мы будем касаться этого явления. Оказалось, что не обошлось. Да, ничего не сходит с экрана. Смотрите, вот с 18 числа мэр заявил, что уже проводит дезинфекцию автобусов. В общественном транспорте. Ну, вчера даже в Вестях смотрел сюжет такой колоссальный, там наконечки ее западные. Ребята наяривают и прыскают и протирают, такие молодцы, добрые, вроде как механики этого ТП. Но нам не сложно, мы с утра до вечера будем мыть, намывать, все ради здоровья граждан. Самое интересное, что по воле случая я был на этой конечной остановке 18 числа, вот в обед как раз проезжал. А что за конечная? А юго-западный рынок, ну я узнал сразу по упавшему под 45 градусов знаку дорожному. Сидевать. Ну и вот, ну не было там никаких вот этих ребят в масс-халатах-то с этим. Я понимаю, что ради сюжета они туда все и собрались. Но как только, значит, закрылась камера и закончилась вся профилактическая у нас работа. Вы думаете, я тут сейчас поклев что ли возвожу? Да нет, просто когда меня что-то задевает, я документирую такие ситуации. И сейчас я говорю не для того, чтобы там, я мог бы назвать вам сейчас номер автобуса, в котором грязь по уши, никакая там не дезинфекция. Я специально все фотографировал, за эти три дня я проездил 150 рублей на маршрутке, кстати говоря, чтобы все задокументировать. Ну там конь не валялся. Ребята, о чем вы говорите? Какая борьба с коронавирусом? Это просто вот втирание лапши на уши, от которой уже невозможно. Да, сюжет был, не отрицаю. Да, мыли. Ну естественно, это, ну ты вот постановочный кадр. У меня десятки фотографий вон в смартфоне, дата, время есть. Если вот кто-то думает, что я это обманываю или поклев тут возвожу. У вас же сейчас на каждом автобусе глонас стоит. То есть у меня фотография датирована до секунды. Я знаю автобусы, смотрим, заходим вместе с мэром, перчаточки белые. Я сегодня вот на программу ехал, думаю, ну теперь это уже три дня моют. Ну страшно сесть в это кресло, восьмидесятый автобус. А если рукой коснулся сиденья, то все уже, все, скорую пора вызывать. У меня коронавирус точно на мне сидит. Ну так же нельзя. Самое прикольное, что даже без коронавируса по действующим санитарным нормам автобусы должны у нас мыться. И все, что это преподносится, как борьба с коронавирусом, они так должны ежесуточно этим делом заниматься. Все, все по автобусу. Это вот у нас постановление главного госсанитарного суда пришлось залезть от 10-го года. Есть там требования педагогические по дезинфекции автомобильного городского наземного транспорта. Пункт 5.6. Очистка, мойка и дезинфекция транспортных средств производится либо по возвращении с линии, либо перед выходом на линию. То есть даже без коронавируса у нас автобус должен быть идеальной чистоты каждый день на линии. Здесь уже запугали весь мир и всю страну, весь Воронеж, в частности, этим страшным коронавирусом неведомым. Но в автобус войти невозможно. Грязюка, пылище. А я объясню еще почему. Это здесь в советские времена такое еще можно было реализовать. Когда были действительно автотранспортные предприятия, пассажирские, огромные. Со штатом в том числе и уборщиц и мощиц. Он со смены водителя приехал, заявочку написал, что ему там где-то постукивает, погромыхивает. И автобус пошел. Мойка снаружи, мойка внутри. Механики всю ночь крутят, вертят, меняют. Утром водитель пришел, продул, сел и как ни в чем не бывало поехал. Отдохнувший, выспавшийся. А у нас-то что? У нас все автобусы частные. Если водитель даже захочет его вымыть до идеала, то это только за счет самого водителя. Он должен кому-то заплатить, чтобы ему помыли автобус к утренней смене, когда он придет опять работать. Вот в чем бардак и в чем, об этом мы тоже в программу писали. Но как автобусы-то все частные, кто еще кроме водителей? Вот именно. А водитель, если мы с него требуем, и мэр заверяет, что уже все вот это... Ну, наверное, в частных автотранспортных предприятиях, по идее, должны это делать свои люди. Да частные предприятия у нас, они только... У другой страны, да, никто ведь никому не должен. А мы-то где? Персонал-то где? Автотранспортные предприятия где? Они до сих пор, я не слушаю сейчас редкий случай, но до сих пор люди стоят около двоих домов. Сейчас владельцы этих предприятий наверняка вам скажут, ну, а что вы хотите, тариф низкий, давайте платить по 50 рублей за проезд. Ничего не хочу. И все будет хорошо. Я коронавируса не боюсь. В грязи ездить я привык. Не надо вот только популистских этих заявлений о том, что как теперь в Воронеже все хорошо и чисто. Да как было, так и есть. Можете меня проверить на детекторе лжи. Что я это все видел своими глазами, все это у меня есть записано. Ну, те, кто ездит на транспорте, я думаю, это и сами видят. Ну, а что, доверие к власти после этого повышается, что ли? Когда они, с одной стороны, либо страшно пугают коронавирусом, никто им не верит, либо они наоборот говорят, да ничего страшного. Кстати, я вот телевизор смотрю, я что, не помогу понять, наши что. С одной стороны, дети уже беспризорные по домам, школы закрыли, вузы закрыли, в церкви больше трех не собираться, митинг запретили, все запретили. Ну, тут конец света наступает. Ты уже вечно смотришь программу, да ничего страшного нет, все в легкой форме переносят в Воронеже. В России вообще еще ни одного погибшего нет. Ну, уже есть. Мы-то, мы-то, мы-то грязью закаленные давно, поэтому нечего народ пугать. Так, закончил я с этим. Да, читаю цитату, мягкие кресла протирают, не менее двух раз, с интервалом, то что тут протирать. Да, и кстати, ни в одном автобусе я что-то не заметил запаха-то. Тем более, судя по сюжету, было заявлено, что обрабатывают прям даже в течение еще, не то что утром-вечером, а прям на линии, после каждого круга, они в автобус заходят, все промывают. Ну, вот я говорю, я за эти дни, каждый день ездил на маршрутках. Вот, когда есть право выбора, маленький или большой, я выбираю большой всегда, потому что маленьким мне как-то совсем противно ездить. Вот. Ну, я ни одного чистого автобуса не видел. Ну, вот, хоть ты меня убей. И, что интересно, вот, ну, если хлоркой помолим, воняло бы хлоркой, да, она за пять минут не выветрится. Да. Если там чем-то дорогим ароматизатором, за счет водителя автобуса и кондуктора, ну, был бы там лаванда или что-то, ну, там сушь и пыль, если он на кочке тряхнет этот автобус, там вот такой слой пыли поднимается. Ну, мэр, что, не знает, что творится? Пусть выйдет сам, пройдет в белых перчаточках. И все, и больше таких сюжетов, чтобы не было, запретит их к выпуску. А то контроль, у нас все под контролем. Я бы сказал жестко, что у нас под контролем, но не буду, а то закроют раньше времени. Все. Так, теперь у нас, а, еще, опять же, возвращаясь к нашей передаче, начало, начало нынешней, это вот, ну, наши письма счастья, а сейчас от них никуда не уйдешь, парковки. Парковки, да. Ну, давайте сразу введем вкус дело. Тех, кто, может быть, немножко подостал от жизни. Давай. 19 марта должны были начать работу по взысканию штрафов за платные парковки в Воронеже. И в мэрии подготовили ряд ответов на самые частые вопросы журналистов, в том числе и нашего издания. Как это все будет происходить. Кому интересно, можете посмотреть, это все есть на нашем портале Майо Онлайн. От 19 марта у нас выходила новость с подробным описанием этой инструкции, да. Но тут 19 вечером приходит сообщение неожиданное, что в связи с коронавирусом опять штрафы за платные парковки у нас переносятся еще на две недели. Мотивация такая, что, дескать, в мэрии увидели на платных парковках очень много свободных мест в связи с тем, что люди, видимо... Народ ломанулся в автобусы. Народ, соответственно, куда этот денется? В автобусы. А там в разгар коронавируса нежелательно бы нам создавать ажиотаж в общественном транспорте. Поэтому, дорогие друзья автомобилисты, снова у нас еще две недели, да. Можно возвращаться на прежние места. Да, можно возвращаться на прежние места. Но сейчас, наверное, мы хотим поговорить не об этом, да. Все-таки две недели пройдут, может быть, еще через какое-то время. Да. Работу эту они планируют начать, а вот каким образом они ее начнут? Давайте расскажем. Я вчера познакомился в мое с вашей публикацией, которая была основана на, как я понял, ответах пресс-службы мэрии на наиболее интересующие наших автомобилистов вопросы. Причем не только вашего издания. Там, по-моему, 5 или 7 было ответов. Ну да, ответы достаточно развернуты. Я почитал, и я понял, что это бесполезно. Ну, пресс-служба, вообще-то далека от юридических вопросов. Я понимаю. Но тогда юристы должны были посмотреть, что из-под пера пресс-службы выходит на всеобщее обозрение. Я вот начал читать их, и, ну, просто думал, что они их дот, что ли, пишут? Ну, весь процесс в публикации моем, они объясняют, как они будут переработать. В принципе, мы это слышали год назад. Тоже, то есть, абсолютно ни грани сомнения, что письма счастья, все законно. И вот дальше, тут мне два фрагмента очень резанули. Это вот выдержка, цитата из сообщения письма пресс-службы. Как они там? Человек с автоматикой сфотографировал. Вопрос был, как вы узнаете, что человек заплатил или не заплатил. То есть, сначала человек сфотографировал, но платить по правилам мы имеем право не мгновенно, а даже до конца суток, и это не будет являться нарушением. И вот потом, значит, закроются эти сутки, они там какую-то склейку будут проводить. Ну, автоматика там проводит склейку, выясняет, кто стоял, но не заплатил. И вот в отношении таких водителей уже будут выноситься штрафы. Вот там цитата такая. В дальнейшем качество фотоматериалов дополнительно проверяется членами административной комиссии, рассказали пресс-службы мэрии. Процесс осуществляется непрерывно, но в любом случае нужно несколько дней, чтобы отобранные и проверенные материалы фотофиксации поступили в распоряжение административных комиссий при управах. Подождите, у меня тут начинается ломка сознания. Через две недели человек нарушил, он что-то щелкнул, автоматика. Я уже объяснял на пальцах. Что такое автоматика в общепринятом ГАИшном нашем смысле, который сейчас пытаются примерить сюда. Там радар тебе щелкнул, и через секунду выскочит постановление, где ты виноват. Его запечатали в комент и отправили. Здесь мне рассказывают про какие-то две недели после того, как кто-то щелкнул, кто-то лазит по этим, кто-то проверяет, кто-то склеивает. И вот через две недели автоматика, это мгновенная передача данных по сетям, выливается в какие-то две недели каких-то раздумий, проверок дополнительных. Ну нету денег, я-то за что говорю, ну не может здесь быть автоматики никакой. Следующая цитата. Согласно, начинал вопрос, отвечает Пресловник. Согласно части 1 статьи 29.6, дело об административном промышлении рассматривается в 15-дневный срок со дня получения административной комиссии материала фотофиксации. Да вот, ну умницы ведь, умницы. 29.6 глава, это вообще рассмотрение материалов дела. Начать, не шестую взять, а прям начиная с первой, вторая, третья. Там все посвящено процессу рассмотрения материалов дела. Как это будет происходить? Там прям с первой статьи берешь и там проверить наличие материалов в деле, ну там протоколы, справки. Судья, должное лицо, должен, значит, проверить, входит ли это дело в его компетенцию. Он должен проверить явку лиц, приглашенных на рассмотрение дела. Он должен выяснить причины отсутствия людей, не явившихся. Если есть достаточное основание полагать, что человек надлежащим образом извещен, но не явился на заседание, тогда он может рассматривать, начинать делать. Ну там вот все вот про это, про это. Вы, господа, ведете речь про автоматически, про письма счастья. Какая проверка явки лица, если вы уже давно все вынесли, осталось только запечатать в конверт и отправить. И опять же, я не могу понять, зачем здесь комиссия нужна. Ну как раз вот для этого, чтобы 15 дней проверить. Там написано, нарушил 1500 рублей оплата до такого числа. Что комиссия здесь будет делать? Зачем нужна комиссия? И вот тот товарищ, который пытался меня править, с чего мы начинали, он там процитировал правильно, это же статью, там протоколы написано. Ну дали вам полномочия сейчас запрашивать эти персональные данные в ГАИ. Ну и все. Запрашиваете и дальше выявляете. По письмам счастья, по упрощенному порядку, можно наказывать собственника. По общепринятому порядку, привлекать к ответственности можно только водители. Поэтому вот административным комиссиям дана возможность сейчас. Это ниточку свели, теперь запрашивать можете, вам отдали. А дальше работаете, как вот действительно должна работать комиссия. Вот на что сослалась пресс-служба. Вот она 29.6. Вот и работаете, вызываете, проверяете явку, протоколы составляете, рассматриваете. То есть, получается, в своем письме они сами себя опровержают. 15 дней какие-то. Кстати, речь здесь шла о том, сколько будет запрос, определение о запросе специальных данных. Ну там ГАИ должен в течение трех дней отвечать на это. Не больше, по закону, три дня. Так что я поражаюсь с такой упертости. Я понимаю, что я не Верховный суд, который все говорит. Но это вот мое убеждение такое, которое у нас основано на нормах закона. И вот все это наплевать и сказать, ну в Москве рассылают, типа давай и мы будем. Но в Москве совершенно другая конструкция. Там нет в законе нигде, никто в 15-м году не отсылал в административные комиссии. Вот кто у нас это вот такие умные депутаты приняли закон, не подумав. А вот мы теперь мучаемся. Вы знаете, я сейчас подумал, нам бы, конечно, может быть, в одной из программ стоило бы людям на пальцах разъяснить, чем мы от Москвы-то отличаемся. Почему в Москве это все работает давным-давно, а у нас по-прежнему ступались. Ну там в кодексе, в федеральном разрешили запрашивать персональные данные местным органом соотними власти, а не комиссии. И все. Потом они заключили договор. Неохотно, конечно, но вся схема мгновенно заработала. Другими словами, Николай Ильич, вот из этих ответов городской администрации вы лишний раз убеждаетесь, что они сами не понимают, о чем речь. Что рассылка писем счастья по платному в Воронеже будет незаконна. За председателем комиссии. И оспорить ее можно будет довольно. Можно будет. По другим доводам. Но я пока за основной на данный момент, как я считаю. Кстати, опять упомяну своего коллегу, председателя Свердловского отделения комитета по защите право-мобилистов. Очень молодой, деятельный. И аналогичная тема, у них была на местном областном телевидении, ну какая-то такая программа аналитически-новостная, порядка 20 минут был эфир. И они пригласили туда вот его, пригласили там пару общественников, которые за платные парковки. И был заммэра, который отвечает за это дело. А Екатеринбург, он точно такой же ситуаций, как и мы. Тоже административной комиссии. Да, да, да. И вот сначала прямо начали, естественно, слово дали чиновнику, кто-то все расписал, как все будет теперь у нас хорошо и красиво. Пару общественников поддержать. Потом даю слово моему коллеге. Он все это дело раз, вот в такую же точку зрения, как и я, что это незаконно. Но они как-то сначала на него все наехали, включая даже этих ведущих. Пришлось ему на этом соцентировать внимание. Но раз весь эфир-то все 20 минут, особо не разговариваешься, как я тут с вами могу себе позволить. Но факт, к чему я подвожу. По истечении 20 минут, когда уже давали кратенько завершать свое отношение к программе, свои мысли, то так вот этот чиновник заявил. Вы знаете, возможно, я с вами соглашусь. Представитель КЗПА. То есть люди вообще просто в этом направлении не хотят думать, а надо. Хотя, может быть, где-то в глубине души у меня затаилось. Может быть, они все-таки об этом задумались. Но так как пока задний ход сразу давать опасно, поэтому прикрылись пока коронавирусом на пару недель. Ну а там посмотрим. Ну да, посмотрим. Хотелось бы в прошлой программе, Помните, когда еще говорили, что уж по гряземесам-то точно никаких поблажек не будет? Ну, давайте расшифруем. Под гряземесами Николай Николаевич, видимо, имеет тех людей, которые паркуются на газонах. Ну да, но так как бы... С ними мэрия сказала, объявит войну безо всяких там возможных прощений, сроков давности. Вот 12 числа, и мы это не простим, мы сейчас... Думаю, да как же, а там что же, письма счастья они хотят пулять. То есть тут, во-первых, это... Ну, дальше я там вырос сомнение, говорю, у меня где-то там в глубине отразилось, что у нас сейчас и закон такого нету местного обоснования. Если по парковке хоть пункт есть в этих самых... В зоне ответственности администрации комиссии, то газона даже такой статьи нет. Но думаю, может, я что-то не упустил. Уделил этому пристальное внимание. Вот. И вот что нарыл. Значит, действительно, через несколько дней после этого заявления, а точнее, наверное, 13-14-го, в средствах массовой информации в Воронежской повсеместной, я увидел информацию о том, что мэрия начала работать, и управы районные начали работать по выявлению таких правонарушителей, но для начала решили заняться профилактической работой, и под щетки стеклочистителей таких, ну, по мнению чиновников, нарушителей были разложены агитационные листовочки предупреждения, так скажем. О том, больше так не было. Вот из интернета я выцогнил текст этого предупреждения, и вот смотрите, что тут написано. Согласно пункту 11.6.6 правил благоустройства территории города Воронежа, утвержденных в 2008 году еще, запрещается стоянка трансферных средств на детских спортивных площадках. Согласно пункту 9.3.9.8 на земельных участках с зелеными насаждениями, расположенных на территориях общего пользования. Запрещается осуществлять проезд и стоянку трансферных средств. Это значит, уважаемый водитель, вы совершили административное пронушение. И дальше пошло вот то, чего нарушили. И потом, согласно статье 33.1 закона Воронежской области, вот нашего же кодекса, на граждан штраф в размере от 1 тысячи до 3 тысяч рублей, на гражданных до 5, на юридических до 25. Обращаем ваше внимание, что с 12 числа изменения в кодекс вступили, и мы начинаем неприменимую борьбу, но, как говорит, последнее китайское тебе предупреждение, последний раз терпим, больше здесь не ставь. Лезу я в кодекс в наш областной. Статья 33.1. А, и такие предписания они вынесли 3 тысячи. 3 тысячи, сколько бумаги потратили? Редя по всем районам. Так вот, статья эта, 31, читаю. Утратила силу 20 ноября 2007 года. Ну, что сделать, смеяться или что? Ребят, я что-то придумываю. Ваша листовка, вот она лежит. Вы ссылаетесь на 20 лет назад отмененный закон. Ладно, подскажу. После этого, они там кодекс все время меняют. Была статья такая 44.2. Это было лет, ну, 7 назад. Я как сейчас помню тогда. По-моему, в 12 или в 13 году, как там рубрик-то у нас называлась, я помню, я готовил материал на эту тему, как раз когда в Москве произошли изменения. Ну, так же называлось, право руля или автор. Да, вот тогда она была, 44.2. Стоянка, звучит так, стоянка автотранспортных средств на озелененных территориях городских и сельских поселений, защищение обочин, влечет наложение, запрещено наложение штрафа на физлиц от 1 до 5 тысяч. А, подняли, да? На глазные железы. Былая такая затея. Да так ее уже отменили в 15 году. Сейчас в нашем местном кодексе нет ни одной стадии, которая запрещала бы стоять на газонах. Само понятие газона в этом кодексе нашем нет. Есть зеленые насаждения какие-то. А, озелененные территории. Но раз уж я туда влез, в эти правила, я почитал. Ну, там можно писать очередной роман какой-нибудь, юмористический, просто читая наши правила благоустройства. Вот, подробно. Вы знаете, что нельзя у нас делать на земельных участках с зелеными насаждениями? Вот, две страницы, что нам там нельзя делать, и всего один из этих пунктов, о чем мы сейчас говорили, ну, останавливать, стоять, машины там хранить. А там еще, кроме всего прочего, просто я обалдею от такого счастья, что меня заставили это прочитать. Нам нельзя самовольно вырубать деревья, даже сухостойные. То есть, только жаловаться им, а они приедут, если раньше кого-то не убьют. Повреждать газоны нельзя. А выше я уже сказал, что самого понятия газона в законе нет. Забивать в стволы деревьев гвозди. Самовольно изменять дорожно-тропиночную сеть. В том числе прокладывать новые тропы на газоны. Во всем мире, во всем мире. Это меня еще в институте учили, как организовывалось пешеходное движение в Германии. Вот там сначала газоны делают, и где народ натопчет, там уже делают дорожки бетонные, и пешеходный переход организовывают. У нас все шиворот на выверот. Отчаять проезд и стоянку автотранспортных средств, строительной дорожной техники, производить выгол собак, за исключением специально оборудованных площадок. Ну, это понятно. Да не совсем понятно. Ну как, на газонах не гулять. И вот, 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 я так понимаю, что депутатам нашим нечего делать. А, если вот такие вот вещи, они прописывают там 25 пунктов, чего нам нельзя? А что такое газон? Никто не удосужился написать. Ну и в самом этом же правиле благоустройства я нашел ответ и подсказку, как с этим бороться. Смотрите, пункт 9.3.7. В местах примыкания газонов, к проездам стоянка, в местах возможного заезда автомобиля на газон и вытаптывания троп через газон, необходимо предусматривать размещение защитных металлических ограждений высотой не менее полметра, но не более 80 сантиметров. Ограждение необходимо размещать на территории газона с отступом от границы примыкания в пределах 20-30 сантиметров. Так что, в принципе, даже тут и ответ есть, как с этим бороться. Я понимаю, что грязь – это очень плохо, но сначала нужно газоны сделать, я вот за это бью очень давно. Там, где они действительно газоны есть, я убежден, туда никто не заезжает. А когда не пойми, какая территория загаженная, но они ходят и фотографируют, что это газон, где изначально ни одна травинка не сажалось. А теперь хотят за это еще письма счастья мне рассылать. Вот никак я с этим не соглашусь. И поддержу это еще и нормой из федерального законодательства. Вот, в частности, есть у нас такая статья 3 закона о безопасности дорожного движения, где заложены основные принципы обеспечения этого самого безопасного движения. Так вот, есть там один из главных пунктов. Приоритет ответственности государства за обеспечение безопасности дорожного движения над ответствием граждан, участвующих в дорожном движении. Это я к чему? Что вы сначала все-таки сделаете, обустройте, и эти парковки платные построите, а потом вводите речь только за то, что людей штрафовать. А вот, когда ничего не сделано, я об этом уже тысячу раз говорил, начиная от общественного транспорта, начиная от размещения объектов социальных, школ, детсадов и прочих, когда люди вынуждены мотаться каждый день, развозя детей по школам, потому что в микрорайоне проживание ближе 5 километров ни одной школы, остальные, они, может, и есть, но они перенаселены точно такими детьми, которых приводят с другого конца города. И вот на всем этом бардаке нам не хватает только писем счастья за нарушение парковок. С какой стороны я не начинаю, заканчиваю всегда одним и тем же. Так, ну и так вот, я много чего наговорил, все ли рассказал, но, наверное, но я не убежден даже вот этим очень подробным ответом сейчас пресс-службы мэрии о том, как будет организовано сейчас это производство по таким делам. Ну, ненаграмм меня не переубедили, остаюсь в своем мнении. И, кстати, проект жалоб у меня уже готов. Жду! Осталось только пережить коронавирус. Да. Ну что ж, друзья, ну а самое главное, сегодня мы хотим вам пожелать, в отличие от предыдущих выпусков, где мы желали вам удачи на дорогах, еще и не болеть. Крепкого иммунитета. Да, крепкого иммунитета. И как советовал батька белорус, езжайте в колхоз, на поля, там никакого коронавируса нет. Хорошо, все на даче, и все будет хорошо. До новых встреч, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова